Семён Альтов Сергей Довлатов, ныне покойный, а второй Золотой Остап, ныне здравствующий, Михаил Живанецкий, и третий обладатель Золотого Остапа. Пока здравствующий. Слава Богу. Вот такой скромный рейтинг у Семёна Теодоровича. А вообще можно назвать это рейтингом? И существует ли вообще какой-либо рейтинг у ваших товарищей по цеху? Ну если я тут иногда натыкаюсь на какие-то статьи, телевизионные передачи, вот последний понедельник, когда Михаил Михайлович Живанецкий обрушился на какую-то часть работающих в этом жанре. Поэтому я думаю, у каждого свой рейтинг, я так думаю, потому что одни считают лучшей частью жанра, одни передачи, другие, что это недопустимо, и уходят во вторые. Но я считаю, что поскольку у нас как бы такие рыночные отношения, так они присутствуют и в этом жанре тоже. То есть большой выбор. Вот и пришли в супермаркет. Каждый может выбрать. Одному нужен Живанецкий, другому Альтов, третий Моншлаг, и каждый выбирает себе юмор по вкусу. А какой вкус считать абсолютным, тут всегда возникают споры. Вот единственное, что мы как-то так говорим, а самое главное, я не успел сказать, что у меня творческая удача, очевидно, это можно назвать, где-то в конце года я закончил, и Рома Карцева уже начал исполнять спектакль «Зал ожидания», целиком написанный мной. Роман Карцев, мне кажется, артист, стоящий отдельно на эстраде, он действительно такой театральный артист, мне нравится всегда, как он работает. Я рад, что, правда, не в таком уж возрасте, когда, наверное, у нас было бы все впереди, но, по крайней мере, он уже просит меня написать ему следующий спектакль. То есть это был именно заказ его? Вот это был заказ, там такая история у этого заказа. У меня давным-давно, и в книжечке он есть, есть такой рассказ «Зал ожидания». Не очень смешной, такой лирический «Зал ожидания», как место, где все ждут бог знает чего. Кто-то ребенка, кто-то девушку. Ну, такой мистический рассказ, написанный давно, и мы когда встречались, это происходит в Одессе на протяжении лет уже, наверное, 20, каждый раз на банкете выпивая. Рома говорит, вот замечательный рассказ для спектакля «Зал ожидания», как место, населенное разными персонажами. Очень было бы хорошо вот это все написать. Говорили мы вечером, немножко выпив, а утром трезвее мы разговор заканчивали, тем более, что, кажется, все время работал со Жванецкими. Это прекрасные, лучшие, очевидно, были работы. Поэтому как-то до этого не доходило. А сейчас, в последнее время, не знаю силу чего, Михаил Михайлович в курсе нашей совместной работы, он как бы эту работу благословил. Сейчас они расстались, и вот тут возник тот разговор 20-летней давности. И я написал, хотя немножко я делал то, что Рома просил, в данный случай, хотя многие вещи вошли из того, что было написано ранее. Вот я несколько раз уже видел этот спектакль. Мне, как и зрителям, нравится он и лирический, и умный, и смешной. Вот все то, что должно быть, не только смех непрерывно. Вот я не люблю, когда меня смешат. Это как-то унизительно. Дайте мне самому определить, что смешно, что нет. Расскажите какую-нибудь историю, чтобы был какой-то поворот мысли, чтобы не вот это место работало, а не только то, в диапазоне которого в основном шутки. Поэтому, а Роман как раз тот человек, он переиграл хорошую литературу, помимо Жванецкого, у него есть к этому вкус. Поэтому спектакль такой достойный двух немолодых людей, одного автора и второго замечательного артиста. А вы как-то отслеживаете дальнейшую судьбу своих произведений или отпускаете на волю? Ну вот, допустим, спектакль того же Карцева вы не подправляете, не говорите, вот мне, как автору, казалось бы, что здесь надо сделать такой акцент. У нас тут такие немножко интеллигентные отношения, потому что я понимаю, работа за Жванецким это долгие годы, они из одного города. Ну и там 30 сколько лет вместе, очевидно, ругали, ссорились, уже понимали друг друга с полуслова. Мы все-таки разные. Я из Питера вот такой, Рома такой более горячий. И поскольку между нами все-таки расстояние 600 километров, это больше, чем между Карцем и Жванецким. И во-вторых, Жванецкий человек все-таки более такой импульсивный и требовательный, а я такой. Поэтому пару раз мы так с ним поскандалили вроде бы, поняли, что... Ну и решили вот так дипломатично отойти на какое-то расстояние, потому что, наверное, все-таки свое видение. Хотя я соглашаюсь с тем, что он, как актер, имеет право видеть что-то по-своему, тем более вот на репетициях и при работе с текстом мы как бы какие-то споры возникали. Я когда посмотрел спектакль, я сдался. Считаю, что он, как актер, под себя делая текст, сделал все правильно. Ну вот есть такая грань, которая все-таки могла бы разделить. Ну это, конечно, на мой, скажем, непрофессиональный взгляд, юмор и сатиру. Вот ваше направление, это все-таки юмор, а сатира предполагает все-таки какой-то политический уже замес или нет? Наверное, это и характер. Вот то, что я делаю, это, конечно, юмор. Хотя мне говорят, что там, вот я, может, на концерте попробую, я думаю, приятно удивлен. В Москве в гостинице утром встречают двух немножко навеселей людей, садимся за один стол, и выясняется, что они физики-атомщики. Ну вот так поговорили о бедах и их патриотизме, что они знают, что в Америке за эту же работу их коллеги получают гораздо больше. Я им пожелал, чтобы настала справедливость, и либо они стали получать столько же, сколько американцы, либо чтобы американцы получали столько же, сколько получают наши. Я был приятно удивлен, когда вдруг один из них начал читать кусок из рассказа «Хор. Уступление детей в иностранном посольстве». Очень известный рассказ. Так, откуда вы это знаете? Я говорю, ну как же, мы это все знали наизусть. А прошло лет 20. И вот этот рассказ, он по тем временам был достаточно острый, наверное, ну потому что были ассоциации про то, как маленькие детки в те годы, вот с зажатостей нашей, как они идут выступать в иностранном посольстве, что происходит с детьми, которые не то что петь, они двинуться не могут ни лево, ни вправо. И тогда это было ощущение очень такое социальное, это смело было в этим временам. Вроде эта ситуация ушла, но рассказ очень хороший по записи, и я вот попробую, может, я его попробую почитать, немножко сократив. Поэтому иногда юмор оказывается социальным. Так же, как в моей истории трамвай 49-25. Которые пошли в рамки. Да, идут по двум маршрутам. Ну, вроде такая незамызловатая, забавная вещь. А вот кто-то мне говорит, что я якобы придумал модель того, как мы живем, жили и будем жить. Ну, ради бога. Мне кажется, что всегда, если за юмористической зарисовкой что-то такое люди себе рисуют, это замечательно. Сатиры, мне кажется, это более такой агрессивный, жесткий, точный жанр. Вот Миша Задорнов, по-моему, работает в жанре сатиры такой достаточно беспощадный, и людям это очень импонирует. Вот такая острота, храбрость, смелость и так далее. Поэтому вот я мягче сам по натуре, поэтому я делаю то, что... Есть момент конъюнктурности, скажем, той же телевизионной конъюнктурности. Вот сейчас входит в моду фильетон, его все больше и больше эксплуатируют. Ну, может быть, отчасти этим занимается Шандерович, да, в своей программе бесплатности, отчасти. Вот. Еще есть люди, которые пробуют это, та же программа, однако, и это востребовано. Вот пробовали вы в этом направлении все-таки как-то вот двинуться? Я один раз попробовал, поскольку жена как-то мне сказала, ну, что это все какие-то то про собак, какие-то абсурдные, абстрактные. Говорит, ну, напиши вот то, про что люди говорят. Хотя мне всегда вот было неинтересно то, про что все говорят. Я сразу в сторону уходил, про новых русских. Ну, нет, хотя вот вы сради, вы знаете, наиболее как бы востребовано, когда про что все говорят, вот про это вовремя, смешно, долго. Ну, утром в газете, вечером в куплете. Да, у меня это не получается. Я помню, когда произошла вот эта замечательная история между Биллом Клинтоном и Моникой Левинской. Она говорит, ну, вот это же так смешно, вот напиши. Я сел, и вот у меня, вот если у Клинтона с Моникой что-то получилось, то у меня писать про... Ну, вот все, вот все знают, неинтересно, пошло. Поэтому я сказал, Женя, я гандаруешь, я буду делать то, что я делаю, тем более, что это все-таки кому-то надо. А это мы оставим для тех людей, которые... Филитон нормальный жанр, почему нет? Всегда востребован то, что на слуху, потому что сейчас жизнь такова, что мы же все время живем этими новостями. Вот сегодня нам что-то такое впрыскивают, и мы бух-бух-бух-бух, слышу-слышу-слышу. Проходит день-два, эти новости уходят, на смертные приходят другие. Если ты успеешь тут же что-то смешно сказать про эту новость, значит, ты как бы на гребне. Но это надо все время реагировать на то, что происходит. А я на это реагировать уже не хочу. А в ваших телевизионных программах вы все-таки как-то к сегодняшнему дню увязывали содержание программ. Я немножечко остановлюсь на телевизионных программах, потому что выходила у Семена Теодоровича программа «Обо всем» на РТР. И продолжает, я надеюсь, сейчас выходить, да, и будет выходить. Не очень регулярно, но можно увидеть обо всем. И вот «Недотёпы» выходили на НТВ, но уже, наверное, увы, мы говорим в прошедшем времени об этой программе, так? Да. А почему? В чем причина? Я очень уважаю и восхищаюсь в нашем жанре немногими, но вот «Городок», программа «Оленникова и Стоянова», кроме восхищения, ничего не вызывает. Потому что я, когда вот мы снимали «Недотёпы», я понял, насколько сложна, трудоёмка вот то, что они снимают. Одно дело и вышел, автор с бумажкой, да? Делов-то. А вот эти микросюжетики «Одеться», «Грим», «Место действия» — это чудовищная работа, как они столько лет её делают, хотя бы они немножко не устали, но они имеют на это право. Вот это было сделано, хотя начинали они с ерунды, я помню, как они у Кирилла Набытова в питерской какой-то передаче, рубричка была «Анекдоты», там была такая заставка, они стояли в трусах, что-то было написано у них на попе, и выстрелили, они куда-то бежали и рассказывали, анекдоты разыгрывали. Ещё всегда говорят, ребята, ну что это такое, ну как это разыгрывать известный всем анекдот, и как они вот постепенно отошли от анекдотов к каким-то самостоятельным авторским миниатюрам, и даже анекдоты начали делать актёрские, это уже совершенно другое. Так вот это очень сложно, и там Стоянов, он мотор этой истории, вот он локомотив, он тянет, хотя тянуть такой замечательный вагон, как и Леников, это, наверное, одно удовольствие, но главный Стоянов. А мы начали, ну только, я уже писал достаточно давно, снимал сын, он только начинал этим заниматься, НТВ нас настолько прижало по деньгам, что сын был и оператором, и режиссёром, и статором, гримером. Я видел, что я начинаю терять сына, один раз во время съёмок, он просто, значит, я вижу, как он сидит и так клонится ближе к асфальту. Я понял, что всё-таки сын мне ближе, чем эти недотёпы, и мы эту историю закончили. Хотя, недавно посмотрел, симпатичные были вещи, нам, как и городку, нужно было бы, ну вот, год продержаться, научиться всему этому, поскольку сценарии и сами истории очень симпатичные, как мне многие говорят. Опять-таки, неожиданные, что всегда приятно, у них какой-то воздух, что-то можно додумать. Ну вот, это всё кончилось, чёрт знает, может, пройдут годы, и сын как бы встанет на ноги и попробует что-то ещё сделать, но пока всё. Мы пришли к выводу, что у нас в семье есть готовый продукт, вот, он сидит перед вами. Если это востребовано, и, в принципе, хотя и тут он настолько тщательно меня снимает, не все на это обращают внимание, наверное, профессионалы, да. Вот это, обо всём эти передачки, во-первых, они, по-моему, идеальны по метражу, 10-15 минут, по всей моей любви даже к себе. Вот смотри, целиком концерт, час-полтора по телевизору. Тяжеловато, нет атмосферы зала. А тут 10-15 минут, все говорят, мало, вот это самое замечательное. И снято очень правильно, стою я, тёмный фон, меня не так много, он очень много снимает зал. И человеческие лица, вот, в момент, когда вот это проходит мысль, появляется улыбка, это замечательная драматургия. Эти чудные лица, когда хмурые вначале, вдруг такие, как вот лампочка включается. И ничего, по цвету точно ничего лишнего. Вот это он тоже делает тщательно. Но настолько вот, я говорю, вот я человек достаточно такой безалаберный, он в мать он. Да точно, тут была очередная съёмка, я ему звоню и по голосу помню, что что-то случилось. Какая-то беда. А мы снимали два часа, это затраты, деньги. Я говорю, Паша, что случилось? Ничего. Я говорю, нет изображения? Есть. Я говорю, нет звука? Есть. Я говорю, что случилось? Золотой говорит, тень от микрофона падает на рубашку. Павел профессиональный режиссёр, а он работает только с вами? Какой он профессиональный режиссёр? Как-то так вот... Нет, он кончал там театральный в Питере школу Юры Грымова у вас в Москве. Кстати, Юрий, я очень за многое благодарен формированию характера, в том числе Павла. То есть это рекламное направление? Рекламное направление, но там хорошая школа общения с интересными людьми. У него хорошее видение кино и вкус есть. В практике просто не хватило киношни. Нет, сейчас у него там есть свой бизнес, как сейчас, достаточно серьёзный, но попутно. Он занимается и много, как тут он написал в газете, сын продал отца. В хорошем смысле этого слова. То есть он сделает... Вот реклама вся, маяк тоже отмеченный людьми, правильный, точный, по цвету, по всему. Тоже Паша, так что вот... А супругу вы как-то пробовали привлекать к профессиональной деятельности и группе поддержки? Нет, супруга у нас занимается домом. Три года она делала ремонт. И попея закончилась с ремонтом? Это что-то такое. Это слёзы. Но я всё время... Она взяла слово, что я напишу про это. И для неё, поскольку мы унижены многими бригадами, особенно первый, человек исчез. Она говорит, ну я тебя прошу, когда... Вот напиши, и обязательно, чтобы было фамилия, имя, отчество. Это человек, вот такая месть, значит, Власюк Виктор Васильевич. Вот когда она это видит, у неё немножко отмокает. Потому что нам там, конечно, наделали, наломали такие дробь. Мы трижды практически всё переделали. Я ей говорю, что поскольку она... Повторяю, вот опять характер сына её, в отличие от моего. Вот мне всё нравится. И у вас мне, кстати, всё нравится. И в ремонте мне всё нравилось. А там, в силу её характера, она подходила, вот где пересекаются две стены. Она бы что-то хотела, чтобы этот угол составлял ровно 90 градусов. Ну, а филоничное желание. Забывая, что в нашей стране 82-83. Ну, это в принципе-то и 90-е есть. Поэтому работяги никак не могли понять, что она хочет. Ну, всё нормально. Ну, тут, тут. И вот это поэтому три года. Вот эти ровные углы, и в результате всё это безукоризненно. Хотя, кроме неё, никто этого не замечает. Ну, я так понимаю, она уже общалась со строителями, как профессионал-прораб. Я не договорил. Так она... У неё 10 вот таких тетрадей. Где что, почём, как. Она знает всё. Потому что, когда пришла последняя бригада, они сели, я как со стороны. Вот они разговаривают. Они говорят, а какую стройку вы руководили, Лариса Васильевна? Потому что настолько знаний, а если она чем-то занимается, то вплоть до. И я говорю, вот у тебя накоплен кровь, пот и слёзы вот в этой тетради. Большая информация. Все в нашей стране люди либо до ремонта, либо во время. Я говорю, давай брошюрочку. Говорю, вот всё знание своё напиши. Я ещё какими-то комментариями ироничными подправлю. И под наши фамилии. Это будет битселлер. И людям это действительно нужно. Потому что там опыт очень большой. Да когда начинаешь, думаешь, ну, пригласил бригаду, и всё пошло само. Единственное, что утешает, когда кому-то вот мы звонили. Вот она звонила, в слезах ей утешал. Потом кому-то посмотрели, смотрю, так лицо вроде. Я говорю, что такое? Слушай, она говорит, у этих ещё хуже. И вот это как-то немножко... То есть русского человека это успокаивает. Да. Ну, при ремонт это можно в нашей стране. Ну, насколько я знаю, у вас чувство юмора, это вообще семейное. И у сына, и у супруги. И, по-моему, даже у собаки. Вот у людей, я понимаю, у собаки это как выглядит? Да. Ну, вот эта известная история, как я отучил. Вот смешная, может, кто-то помнит. Известная. Вдруг какая-то вещь становится очень известной. В частности, как хозяин, в данном случае, отучал собаку воровать масло со стола. Известная история, когда... Ну, а в первоисточнике-то? А в первоисточнике, он действительно, вот он очень у нас... Вот сейчас того уже нет. Этот пёс безумно интеллигентный. Такой вот, если мы уходим на улицу по делам, если там вот грязь или лужа, иногда же готов вернуться. Вот для него во что-то ступить, это ну как это, потом надо как будто вот это мыть лапы. Вот такой. И там что-то, если тот у нас убегал, бывало, на трое суток в Петербурге. У меня всё время была мысль провести эти три дня с ним. Вот как можно вернуть... Вот я понимаю, что запах не сравнил, обоняние не сравнимое с нашим. Но как можно... Его видели в других районах города, где он приходил. Загадочный. Тут этот, никогда ему сказали, сидеть, он вот уйдёшь на час в магазин, он будет сидеть. Ну, воспитание. Но единственное, что он не может удержаться, если мы уходим, остается кусок масла на столе. Вот мы приходим, потому как он в три раза меньше и хвост вот так, и понимаем, ну всё, произошло. Приходим, масла нет. Можно ругать, можно бить, он смотрит, он всё понимает, он переживает больше, чем мы. Оставили масло, съест. И у меня была придумана история, как человек, чтобы дучить собаку есть масло, там скандалы в семье, жена уходит. Короче, он ему начинает давать масло. Пачку, две, три, пять, и собаку уже видеть масло не может. И кончается там так, что приезжает жена, он достаёт масло, собака падает в омборок. Жена говорит, ну вот, наконец-то совесть проснулась. Он отвечает, да, говорит, у каждого совесть есть, да её надо только достать. Хорошая такая, со смыслом штука. Шёл ремонт, кто-то, простите, приходит из работяг. Семен Татаревич, вот вы читали эту историю с маслом по телевизору. Да, говорит, у моего друга Гена и претензии какие. Говорит, у неё тоже собака воровала масло. Он по вашей системе, значит, взял, купил пачку масла, съела. Купил три пачки масла, съела. Пять съела, десять съела. Говорит, сейчас его собака кроме масла ничего не ест. Есть ли какая-то разница между питерскими традициями юмора и, скажем, других городов Москвы, Одессы? Есть какая-то специальная, специальный питерский юмор? Ну, наверное, есть, потому что одесский юмор, замечательный, сочный, сотканный из вот этого разнообразия языков людей, живущих там. Михаил Михайлович Жванецкий, он, кстати, я думаю, даже не переводим. Вот перевести Жванецкого на другой язык, наверное, очень сложно. Это, как это перевести? Меня, кстати, можно переводить, поскольку я лентяй, я особо подбором слов не занимаюсь. Михаил Михайлович, я имею в виду только окраску, потому что для меня Жванецкий – это философ, мыслитель. Вот то, каким должен быть юмор. Это не способ насмешить, а способ выразить мысль в остроумной форме. Тогда это замечательно. Не средство, то есть не цель, а средство для выражения мысли. Московский юмор, ну, такой, мне кажется, все-таки, несколько более агрессивный такой, иногда прямолинейный. Не хочу обидеть москвичей, ну, по-моему, так оно и есть, хотя это все востребовано. Питерский, ну, кто вы представляете? Это я могу на себя взять такую смелость. Городок, все-таки при всем такая питерская программа, хотя пишут им тексты одесситы. И сам Олеников, он из Кишинева, а Стоянов, по-моему, из Одессы у меня такое ощущение, что и чувствуете, что замечательно. Какой момент, твоя сестра, вы из Кишинева. Да, 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 да. Костя Мелихан, его, может, многие забыли, замечательная, вот, записка «Джентльмена», короткие фразы. Вызначающего уровня юмор, опять-таки, остроумие. Вот это слово, оно в себе заключает остроумие. И первая, и вторая часть очень важна. А мы такие вот более спокойные. Это вот я с вами разговаривался, так что-то фонтанеру, а в принципе, я вот такой. То есть грустный? Вот юморист из Питера, как ему это нравится? Сказал и сам засмеялся. А вот юморист из Питера, насколько я знаю, знаком с Владимиром Владимировичем Путиным. И была такая замечательная история, она известная история, но она обросла таким количеством подробностей, когда в переложении уже излагается. Поэтому очень хотелось бы ее в первоисточнике. Насколько я знаю, она произошла... Ну, это очень рискованно, потому что здесь что-то добавлять к этой истории очень рискованно. Поэтому лучше ее первоисточники. Еще тогда Путин был и он, насколько я понимаю. Три года назад, когда действительно Владимир Владимирович был исполняющим обязанности президента, Москва, День милиции, концертный зал России, концерт выступали. Москвичи и нагородни из Питера я был один. Крушайло, Степашин, Путин. Все это заканчивается вниз на банкет. Ну, естественно, все москвичи вокруг Путина что-то шушукаются, чокаются. Я один в стороне, абсолютно естественно, никому не нужен. Где-то там встаешь, что-то и так медленно, грустно пью водку. Когда Путин уходил, он меня увидел. А мы действительно с ним были знакомы по Петербургу. Он при всех подходит, мы здороваемся, целуемся и он уходит. Ну, и то, как я говорю, это все правда. Вся московская тусовка, которая до того меня не видела в упор, они все бросились ко мне целоваться. Как я говорю, они решили, что власть передается через поцелуй. Других причин я не вижу. Семен Татаревич, вот есть такая у вас, в вашей биографии, такая замечательная подробность. Один раз, женившись, вы с одной супругой прожили 30 лет. Но я нашла еще одну интересную аналогию. Еще жена? Нет, 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 я говорю интересную аналогию. Фактически, ваше начало, как писателя-сатирика, практически совпадает именно с датой женитьбы вашей. Есть ли в этом какая-то связь? Потому что до того вы писали стихи. Ну, нам очень все известно. Ну, это правда. Тут я немножко, конечно, смещаю даты. Но по времени примерно так совпало. Потому что до того я, как и все в этом юношеском возрасте, писал стихи. Тоже было смешно, поскольку... А мне кто-то подарил печатную машинку, старенькую. А когда молодой человек, вот что-то... И вдруг это выходит в печатном листе, ощущение, что это... Ну, вот это гениально. Вот в словах нет, а напечатанное... Я помню, что я делал, хитрил, гад. Мне приятно какие-то, ну, были стишки, там, 4 строчки. А ведь надо же было получить признание. Ну, какой же поэт, если никто не знает этого. Я на одном листе печатал, скажем, четверостиши, там, Мандельштама, Брюсова и столял себя. Приходил в институт и так девочкам показывал. Я говорю, вот три стиха. И так просто гляньте, вот какое вам кажется. И почти половина тыкала в мое. Ну, если, значит, Мандельштам не прожжет, Брюсов нет, Альтов, да. Очень это поднималось в собственных глазах. Был такой период, да. А когда женился, как-то вот почему-то почти-почти вдруг вот что-то такое. Стихи ушли. Значит, фразы писать. Вот я начинал-то с литературной газеты, вот эти афоризмы, фразочки коротенькие. Вдруг пошел вот так, постепенно набирая метр, раз, одна фраза, две, три. То есть так все и произошло. Да, очень плавно, у меня не было таких скачков, я не просыпался знаменитым, как вот я рад за Максима Галкина, я его давно знаю, очень умный, воспитанный, с хорошей головой молодой человек. И вот сейчас, вот, у меня таких взлетов не было никогда, но тем не менее, вот здесь такой дорожный знак, уклон что-то там, да, 10 градусов. Вот так и вот, не особо скользя, как бы карабался, карабался и, в общем, так. Пока еще иду туда, пока еще не вниз, пока туда. Так я думаю. То есть вершина еще впереди? Ну, хочется думать, что да. Формы популярности? Да, это уже как-то я пленул, ну, хочется думать, что я что-то напишу, что-то такое хорошее. Голова пока работает. Вспоминаю кота Матроскина, совместный труд для моей пользы облагораживает. Ну, конечно, может быть, не скромно, да, для моей пользы, но тем не менее, все это пишется на пользу нам, зрителям. Поэтому будем ждать. Будем ждать и надеяться. Ну, куда вы денетесь, конечно. Спасибо большое Семену Альтову за то, что он пришел сегодня в нашу беседку. И подходит время нашу программу заканчивать, поэтому я передаю слово нашему гостю. Надо что-то пожелать, наверное, да? Конечно. Желательно что-нибудь хорошее. Ну, хорошее. Мне гораздо проще написать большой рассказ, чем вот очень трудно подписывать книги все с конкретной надписью. Я начинаю всерьез об этом думать и теряюсь. Вот мне очень приятно у вас, вы мне симпатичны, все здесь хорошо. И хочется сказать, что ты искренний и умный одновременно. Это редко... Поэтому вот два варианта. Либо... Давайте я говорю, единственное, что я помню наизусть, и вы тоже знаете, это ушло давно в народ, это три стадии. Человеческого возраста. Три стадии человеческого возраста. Первая стадия. Всю ночь гуляешь, пьешь, тертишь, что делаешь, и утром по тебе ничего не видно. Вторая стадия. Всю ночь гуляешь, пьешь, черти чем занимаешься, и утром по тебе все это видно. Ну и наконец наступает третья стадия. Всю ночь спишь, не гуляешь, не пьешь, ничем вообще не занимаешься. А утром у тебя такой вид, будто бы ты всю ночь гулял, пил, черт знает чем занимался. Я желаю вам всем, чтобы третья стадия наступила как можно позже. Итак, за то, чтобы третья стадия действительно наступала как можно позже, и чтобы житель города Санкт-Петербург, писатель-сатирик Семен Альтов, бывал в Подмосковье гораздо чаще, и мы его видели бы как можно больше. Вы смотрели программу «Подмосковные вечера». До следующих встреч.